Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. Я, как всегда, рада приветствовать вас. И сегодня мы приехали в город Суйфанхэ. Приехали на шопинг. Я постараюсь, в свою очередь, показать вам интересные места, там, где мы еще не были. Смотрите. И первое место для посещения, конечно же, Миннесо. Это большая сеть магазинов. Там продается разная мелочевка. Девочки очень любят этот магазин. Сейчас давайте пройдем, покажу, что там продается. Итак, мы зашли в Миннесо. Сейчас положу вам ручкой. Привет! Тут зеркало большое. Готовался. Цены вас приятно удивят в этом магазине. Все очень недорого. Это вот подушечки под голову для путешествий. Цвета такие мимишные все. Шапочки, тапочки, шарфики, носочки. Всякая женская фигня. Это крема для рук. Огромный выбор, конечно. Все хочется взять. Все красиво. Цены 19-15 юаней. То есть, чтобы вы понимали, это 150-200 рублей. Такой ценовой диапазон. Мимишные такие коробочки у них. Розовые пантерки. В общем, все, что девочки любят. Все для вас, девчонки. Ну и мальчишки тоже, мужские товар тоже есть. Тапочки, носки. Смотрите, что я здесь увидела. Это такие грелочки. Розовая пантера. Очень такие мимишные. Серенькие, синенькие. Пожалуй, такую себе прикуплю. Одну. В зимние вечера, чтобы согреваться. Мини-со. Не стесняются камеры. Почему-то. Погода сегодня отличная. Плюс 3 в Китае. Ветра нет. Хорошо прям. Вчера было очень холодно. Сегодня вы будете меня слушать только. Я без Евгения. Поэтому не судите строго за качество видео. Но мне кажется, что снимать я стала гораздо лучше, чем в предыдущих выпусках. Когда я была одна, государственная аптека, кстати, мне туда нужна. Китайцы все мы знаем, да, отличаются. Народная медицина, у них эти травки, лекарства. Очень пользуются популярностью. Я сейчас зайду, покажу вам, что у них есть. Но чаще всего они понимают по-русски. Я зашла в аптеку. Сказала лекарство, которое мне нужно. Шиншинтонг. Это добавки для почек. Очень пользуются спросом в России. Ну, попросили привезти. Вот он сразу меня понял. Пишет мне чек. Спасибо. На кассу теперь пройду. Вот я взяла это на курс. Получается, вот так выглядит мое лекарство. Все. Давай, запаковывай. Не ожидала, что будет так много. Очень красивый. Сесе. В аптеке запах такой. Заходишь, прям пахнет травами. Вот он специфический такой запах. Потому что практически все лекарства у них на травах. И вот она я. Сразу пользуюсь возможностями, ношу вам рукой. У китайцев все просто. Вот мы находимся в государственной аптеке, да. И тут же они завтракают сейчас утро. И у нас, конечно, вы такого не увидите. Государственная аптека. Продают лекарства и тут же кушают. Детские витамины. Стоят 178 юаней. Говорит, очень хорошие. Витамины для глаз вот какие-то. Все сюда. Все сюда. Угу. Иди сюда. Иди сюда, он меня зовет. Он что-то хочет мне сказать. Что? Это лекарства. Ребенка витамины. Очень хорошие. Это для ребенка витамины, да? Да. Ну вот как брать? Я не знаю. Там амбри. Утром, вечером, амбри. Очень помогает. А от чего помогает? Кальций вижу. Если ребенка кушать, я не хочу. И память плохо. Память? Да. Все помогает. Ааа. Ну то есть нервную систему, наверное, как? Все так, как перья это. Ага. Гиперактивный. Помогает, да? Очень хорошо. То есть если ваши дети вам надоели своей гиперактивностью, вот это лекарство поможет вам. Ну все. Спасибо. Бай-бай. Бай-бай. Уличная еда. Соевые сосиски. Они их едят, любят. Я детей часто вижу. Какие-то разноцветные. Видите, всякие разные у них. Здесь крабовые палочки у него на сковородке жарятся. Ну в общем. Вот дети любят, я же говорю. Вот мальчик сосисочку захотел. Тайская доставка еды. Вот человек. Пчелка. Мы их называем пчелки. Их очень много. Они быстро развозят еду. Доставка. Это очень активное движение. И нужно прям аккуратно смотреть по сторонам. Потому что даже если вы идете по пешеходному переходу, будьте бдительны, осторожны. Они не пропускают пешеходов. Нужно прям повнимательнее. Детский магазин. Кстати, вот этот очень хороший. Хорошая, качественная вещь там продает. Мне туда не нужно. Я иду за шторами. Вот здесь, кстати, я подсмотрела. Очень пахнет едой. Вот из этого места пришла на запах, так скажем. Заглянула, там такая забегаловка. Чуфанька их еще называют. Там едят только китайцы. И я так думаю, что там есть лапшичный суп. Нихао. Они рады меня видеть здесь. Ну да, здесь суп лапша. И вот такие всякие. Уриденки. Шашлычки. Вот это все жарят. Ну я пробовала, но мне это не очень нравится. Глазтовато. Вот там все кипит, шварти. Фритюр. Это все в фритюре практически. Вот меню. Лапшал. Я, пожалуй, себе возьму один. Закажу. Покажу, что мне принесут. По другам. А можно мне один? Какой один? Суп. Вот тот. Один или какой-то. Белый надо. А как объяснить, какой? А. О, да. Вот, вот здесь. Смотрите, здесь хорошо видно. Так, мне надо. Даже не знаю. Тут только стеклянная лапша, по-моему. Крахмальная. Вот такой возьму. Ну, в общем, на свой страх и риск. Я заказала суп. Сейчас они мне соберут мой суп. Вот тут перец, целый чанн с перцем. Какие они громкие. А еще они свои супы забирают вот в таких пакетиках. Носят супы с собой. То есть, если у нас суп с собой, то он в таком горшочке, да? В специальную упаковку-то у них нет. Здесь вот соки у них лежат. Вот этот сок, кстати, я очень люблю. Манговый, вот, желтенький, вот этот, очень вкусный. Не знаю уж, химический он или нет. Ну, наверняка, ненатуральный, свежевыжатый, но очень вкусный. Сейчас покажу вам, как собирают суп. Вот он положил лапшу. Он уже положил какие-то свои приправы. Вон там бульонный. Лаваристый бульон. Вот он налил. Все заняты делом. Очень, очень, очень. Здесь очень много китайцев. Суп пользуется популярностью лапшичную. Он подогрел лапшу сейчас со шпинатом. Вот он подогревает ее, чтобы она была теплой. Сейчас он будет отправлять ее в чашку. В специальных таких емкостях, как там сито, не сито, не знаю. Вот он ее греет. Что мне нравится в азиатских супах, так это то, что они варят не так, как мы. Все ингредиенты, то есть они не вареные. Все витамины остаются, они суп свой собирают. Все ингредиенты собирают. Перец чуть-чуть. Нормально. Много давай. Они мне пытались объяснить, что русского супа здесь нет. Я сказала, что китайский суп хао, и они улыбнулись мне. Спрашивают, теперь чуть-чуть перца? Ну, как мы все знаем, острое я люблю, да? Поэтому мне можно перца не экономить. По-моему, они мне сейчас делают суп. И все в пакетиках, в пакетиках у них. Вот, у него забирают. О, мой суп готов, готов! Сиси! Он готов. Итак, мне принесли мой суп. Я попросила, чтобы перца не жалели. Сейчас буду пробовать, как это. Собрались уже. У меня есть зрители, им интересно, как я буду это есть. Очень неудобно снимать одной рукой. Ребята, вы уж простите меня. Ну, вот, что здесь? Ну, здесь шпинат, орешки, лапша, капуста. Ну, в общем, вкуснятина все. О, погорячее. Видите, камера потеет уже. Все это перемешаю. Ой, все запотело нафиг вообще. Ну, в общем, такой суп. Вот, видите, я съела чуть-чуть. Осталось еще много, но мне хватило. Я наелась, порции очень большие. Ну, то есть, китайский суп лапша – это еда на каждый день. Я очень люблю и с удовольствием, если бы я знала, какие приправы они кладут. Мне кажется, что я и дома бы тоже готовила себе, потому что прям это вот моя еда. Она мне не доедает, мне ее всегда хочется. Я очень рада, что нашла в Суэффенхэ такую лапшичную, потому что в Хунчуне их много на каждом углу, их видно. А вот в Суэффенхэ я впервые как-то случайно наткнулась. Ну, в общем, есть можно. Все чисто, хорошо, приносят, как бы, без проблем. Поехали дальше. Я прогрелась, наелась, я готова.